Они заполонили Россию. Речь сегодня пойдет не о художниках или о тех, кто себя к ним относит, а о мобильных играх. Всем привет, меня зовут Рожков Никита. И в очередном подкасте мы затронем такую тему, как мобильные игры, хорошо это или плохо, как я к ним отношусь. Ну и все в этом духе. Стоит сказать то, что мобильные игры, они фиг его знает, когда у нас появились. И если честно, мне эта предыстория до лампочки. Мне вот что интересно. Прошло такое мероприятие, которое называется «Артиллерия». В четвертый раз, по-моему, она проходит в Питере, если не ошибаюсь. И, как вы знаете, на таких мероприятиях, на таких очень крупных и масштабных, таких заметных мероприятиях присутствуют соответствующие спонсоры, так и скажем. То есть, например, компания «Хайон», которая выпускает планшеты. Ну, вы все знаете, да, что это такое. И, в общем-то, ничего плохого нету, казалось бы. Чего тебе не нравится? Не нравится мне то, что среди других стендов три были стенды, которые занимаются казуалками или мобильными играми. И, конечно же, естественно, это, можно сказать, одни из лучших компаний вообще в России. И, ну, казалось бы, ну, а что плохого-то? А то, что если мы на Запад посмотрим, у нас просто, ну, не знаю, со сына можно сгореть. Если у них компьютерные игры выпускаются, ААА-проекты, да, то есть это самые лучшие, там, на грани кино вообще что-то такое создается, то у нас самые крутые стенды – это, ну, не буду называть их названия, вы можете посмотреть где-нибудь. Но это мобильные игры. А мобильные игры – это что? Это сделал, продал, ну, в общем-то, получил боблес, это нормально. Но вы сами понимаете, на мобильные игры какое там качество? Ну, качество, конечно, приотвратное. И это лучшие стенды были, которые были на этом, как сказать, мероприятии. Ну, там еще был стенд Смирнов Скул. Получается, там пять стендов было, если верить отчетам, как раз из того же Смирнов Скул. Ну, вы понимаете, да, то есть в какой жопе мы находимся. И многие могут сказать, да-то что, мобильные игры – это хорошо. Да я не спорю, ребят. Я считаю, что круто, когда индустрия может ориентироваться под потребителя, то есть, к примеру, едете вы в метро, и такие, что это поделать? Можно поиграть. Ну, к примеру, да, выдался тяжелый денек, надо развеяться как-нибудь, поиграв. В общем-то, да. Но хочется, чтобы качество было охрененное, потому что те картинки, которые я смотрю, у них на заставке, еще что-то там, ну, где-то, так сказать, трейлеры игры есть у них такие. Я смотрю, я не могу досматривать до конца, такой кошмар. Я все понимаю уже практически с первых секунд, и дальше все только хуже. По графике, по рисовке, там, вот это вот все. К сожалению, у нас именно так все и работает. Может быть, у нашего, так сказать, общества это воспринимается нормально, то, что, а, ну, кое-какой арт, кое-как, ну, и сойдет, что, нормально. Но мы же не в вакууме живем, ребята. Мы же видим, какие вещи в Голливуде творятся, ну, если кино смотреть. Ну, я про наше кино вообще не буду говорить. Тут и так все знают. Какое оно классное, какое оно прям впереди планеты всей. Только с другого конца где-то. Ну, не суть. Главное, что здесь то же самое происходит. И я считаю так, что, если вы хотите, допустим, делать мобильные игры, это классно. Но вот в эти компании, у которых там стенды были, я бы советовал туда пойти, поучиться. И потом просто, когда вы узнали какие-то такие основные вещи, да, сваливать оттуда нахрен и делать свою мобильную игру, если уж вы так сильно хотите. Потому что, как вам объяснить? Мобильные игры, почему они существуют вообще? Потому что есть на них спрос. Логично же, иначе бы нечем было оплачивать эти студии. Ну, и работу там сотрудникам и так далее. Как это происходит? Мобильные игры. Кто это скачал? Все вроде бесплатно, да? Но платят они за какие-то дополнительные побрякушки туда. Это очень клевая стратегия. То есть, если тебе игра настолько зашла, ты ее бесплатно попробовал. Ну, это, знаете, как в магазин идете, пробник где-нибудь, прежде чем духи купить, вы берете пробник, себе обшикнули, посмотрели, понравилось. Вот, если понравилось, чувак, купи духи. Вот, здесь точно так же. Здесь это хорошо все придумано. Видимо, людям нравится. Ну, многим, да? Иначе бы у нас не было столько мобильных студий. Вы просто подумайте, сколько у нас их. Если вы начнете искать, смотреть по карте, у нас там в Москве и в Питере в основном вот эти все скопления мобильных студий. Поэтому, ну, ни одной компьютерной вы там особо не найдете. Хотя, может быть, где-то есть, скажите мне. Может быть, сейчас уже что-то изменилось. Но, когда я искал в свое время, я просто анализировал по всей России, где, что, как вообще, какие студии, чем занимаются. И у меня здоровенный список вышел. И в основном это все мобильные игры. К сожалению. Этот инструмент рабочий. То есть, люди видят, что да, на это можно гости деньги. Но я считаю, что нужно создавать что-то такое покруче, гораздо круче. Потому что я не знаю, каким образом выживает, например, у меня самарская студия. Есть одна такая ужасная студия. Я смотрел тоже портфолио. Точнее, ну да, если это можно сказать, портфолио студии. Я смотрю, я думаю, блин, я вот понять не могу. На дворе, там, 2018, по-моему, на тот момент был год. Я вижу графику хуже, чем в Соньке, когда я играл, еще шкалером, когда был, понимаете? Как вообще такое возможно? Каким образом, блин? Там ядерные цвета были, мне прям запомнилось. Видимо, пацаны решили, что чем ярче, тем круче. То есть, не можем взять хорошим артом, значит, мы возьмем яркостью и насыщенностью. Ну, да, именно насыщенность я имел в виду. И хрен его знает, может быть, они еще живы, эта компания, я имею в виду. Но если нет, то это к лучшему. Потому что такие выживать, как они вообще могут на таком конкурентном рынке выживать? Мобилок сейчас дохренище. Просто дохренище. И если человек зайдет в одну игру, он будет играть в нее хрен знает сколько, потому что это не так, что ты один раз сделал игру, и вроде бы все. Там бывают такие дополнения какие-то, бывают какие-то еще инструменты для удержания потребителей, чтобы они продолжали вкладывать туда деньги. Для меня это вообще дичь и маразм, вкладывать в виртуальную игру. Но я знаю, что для многих это абсолютно нормально. То есть, вместо того, чтобы в свою голову вкладывать, чтобы самому генерировать такие, как сказать, пассивные бизнесы, да? Когда ты сделал игру, ну, полупассивную, ладно, ты сделал игру, она тебе приносит доход, что-то покупают люди у тебя, да? А ты такой, блин, а им же наскучит, наверное, покупать одни и те же монетки, там, игровые или еще что-нибудь. А давайте мы сделаем для них новые типа оружия, а еще что-то, еще что-то. Ну, то есть, это нормально, да? И этот продукт нужно поддерживать. Соответственно, доход постоянно вот такой прибавляется и прибавляется. Ну, в общем-то, это здорово. Только я мало, очень-очень мало видел игр, где действительно классная графика, которая, знаете, хорошо стилизована. Что для меня классная графика? Это, конечно же, не компьютерная графика, потому что, ну, круче, чем на компе, она быть не может в мобильных играх. Ну, может, вернее, но это как-то нерентабельно. А вот я имею в виду рисованную графику, которую на компе особо использовать не будут, там, в AAA-проектах, да? Рисованную, классную, стилизованную графику. Вот если вы увидите такую игру, скиньте мне, я хоть и посмотрю, как она будет выглядеть на мобильных приложениях, телефонах, вернее, но не суть. Короче, мобильные игры, по-моему, это просто трэш и отстой в нашей стране. Я считаю, что если уж, допустим, ладно, тяжело делать компьютерные игры, то хоть мобильные сделайте классно, сделайте так, чтобы вот даже художники, которые обладают каким-то скиллом, чтобы они могли посмотреть и сказать, блин, здесь классный арт. Ну, то есть, люди, которые в этом разбираются, чтобы они могли сказать, что это классный арт, а не те, кто, ну, картинки в жизни не видел и там палк-палк огуречек, да, это уже сойдет за человечка. Поэтому, друзья, если хотите делать мобильные игры, блин, я вас призываю к тому, чтобы вы лучше делали, чем то, что у нас сейчас есть, и не просто так чуть-чуть лучше, а на порядок лучше, чтобы прям вообще какую-то революцию сделали, в компьютерных, ой, в мобильных играх, чтобы компьютерные игры, вот, допустим, какая-нибудь игра, вот я сейчас играю, блин, как она называется, Darksiders 3, вот, чтобы я эту Darksiders 3, такой, ну, нафиг, мне нравится больше мобильная игра. вот кто-нибудь может сделать вот такую игру, чтобы вот, ну, не только я, да, чтобы такие искушенные зрители могли посмотреть, сказать, блин, лучше я в мобильную поиграю, потому что на компе такой классный нет, и не будет, скорее всего. Короче, стремитесь к лучшему, ребята. Опять же, не забывайте отреагировать на подкаст, как он вам зашел, не зашел, пишите свои мысли, пишите свои идеи для следующих подкастов. С вами был Рожков Никита. Всем пока.